Знаете, мне будет сейчас хорошо проповедовать после такого стихотворения, потому что в самом начале уже, когда я перед служением готовился к проповеди, и мне хотелось начать с одного места Священного Писания. Итак, для начала давайте откроем первопослание Коринфянам, седьмая глава, 29 по 31 стихи. Апостол Павел пишет Коринфянам, «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующие как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Аминь. Итак, апостол Павел, мы знаем, в этой главе дает определенные наставления относительно брака, безбрачия, какие-то наставления, которые он имеет от Господа. и тут вдруг он дает такое прямое заключение такое. Время коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие как не плачущие, покупающие как не приобретающие. И вы знаете, я сейчас просто начал думать о том вообще, о своей жизни, о том, как я отношусь ко всему тому, что я имею на этой земле. И вы знаете, он здесь говорит, что имеющие жен должны быть как не имеющие. Я представил в своей жизни и подумал, что уже я не знаю, даже когда еще был неженатым, думаю, хотел жениться. Вроде, ну, апостол Павел говорит, что лучше оставаться так, но мне так не казалось. Я все переживал, что мои все друзья уже женятся, а я все никак не доучусь в этом университете. И вроде бы Слово Божье говорит нам, ну, показывает ориентир. Но в своей жизни я вижу, что на самом деле важно для нас это. Холостые думают о том, чтобы жениться. Женатые тоже дорожат этим, переживают дальше о том, чтобы были дети, а потом, чтобы дети женились, а потом, чтобы внуки родились, а потом, чтобы все были здоровы. И, вы знаете, так получается, какая-то такая непрерывная такая ситуация. Постоянно мы думаем об этом, постоянно мы переживаем, даже если мы самые духовные люди. Мы все равно об этом думаем, и это занимает много места в нашем разуме. И апостол Павел, понимая, давал наставление, объяснял все, но вдруг останавливается, говорит, «Братья, вы должны быть как пользующиеся миром, как не пользующиеся». И кажется, что, возможно, Господь, возможно, как-то немножко по-другому на все это смотрит, и хочет, чтобы мы на все это смотрели равнодушно, а у нас не получается. Братья и сестры, хочу вас успокоить. Господь Иисус знает, что мы за все это переживаем. И в Слове Божьем мы читаем, что Он говорит о том, что не заботьтесь о том, что нам есть и что нам пить. Бог знает, что вы имеете в этом всем нужду. Бог знает наш состав, знает, что мы за все это переживаем. Но ищите Царствие Божие, и это приложится к вам. Дело в том, что Господь хочет показать, что, ища Его, отдавая предпочтение в жизни Ему, все то, о чем мы переживаем, приходит само собой. И вот к этому нужно сегодня прийти. И Господь, зная наш состав, зная то, что нам важно вот это все в жизни, Он часто использует вот эти переживания и допускает что-то у нас в жизни, физической жизни, для того, чтобы нас приблизить к себе. Тема слова, которым я хотел бы поделиться, потерянные ослицы. И мы начнем читать из Слова Божьего. Это будет из Первой книги Царства. Девятая глава. Для начала прочитаем с первого по десятой стихи. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авила, сына Цирона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некого Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слух и встань и поиди и поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. Прошли землю Шалим, и там их нет. Прошел он землю Вениаминову и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. «Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти?» И сказал Саулу слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в суммах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть стикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Десятый стих. «И сказался в услуге своему, хорошо ты говоришь, пойдем, и пошли в город, где человек Божий». Итак, братья и сестры, я сегодня хочу коснуться одного момента, и этим часто, я бы сказал, даже иногда грешат христиане, когда в любом неустройстве, вообще в любом жизненном неустройстве, они видят причину грех. Что-то не получилось где-то в жизни, что-то с транспортом, что-то в дороге, грех, значит. Болезнь пришла, значит грех. И вы знаете, везде какая-то причина грех. Вы знаете, что интересно, чем мне интересна эта история? Здесь, в этой истории показана причина обычного жизненного неустройства в одной семье, когда взяли и убежали ослицы. у одного венемисянина, знатного человека. И он отправил на поиск этих ослиц своего сына со слугой. Ну, какая-то обычная история про каких-то животных. А давайте сегодня теперь просто перенесем в нашу жизнь. Что происходило? Вообще, ослицы, это было то животное, которое использовалось как транспорт большей частью. И вот давайте просто представим себе, что однажды такой хороший брат благословенный Господом приходит, вы знаете, к своему гаражу, где должны несколько автомобилей стоят, и их нет на месте. И вот представьте, просто перенесите немножко в свою жизнь. Вы знаете, очень интересная реакция. Иногда бывают такие видеоролики короткие про людей, когда их разыгрывают. и показывают их реакцию, когда, допустим, вот приходит человек, и сделает, как будто машину переставили в другую сторону, и вот заснимают на камеру. Человек возвращается, видит, что машин нет, и его реакция. А теперь представьте, что нет несколько таких машин. Сколько дней работы? Сколько лет работы? И этого нет. И он, понимаете, уже по-другому чувствуется. Уже не просто, что какое-то животное потерялось. Ох, как расстроимся. И вы знаете, самое интересное, что не позвонишь никуда. Вы знаете, в уголовный розыск не позвонишь. Надо искать самим. Снарешают сына, слугу, и они идут искать. Неустройство. Вообще, ну все плохо. Самое настоящее неустройство. Обходят одну землю Вениаминову. Не нашли. Ходили по горе Ефремова, это там, где колено Ефремова жилы, не нашли. Прошли десятки километров, нигде ничего не нашли. Ну, неустройство. Знаете, в наше время сказали, ну, ты, брат, где-то согрешил. Ну, ни у кого такого нету. Ни у кого несколько машин не пропадает сразу. И вы знаете, что интересно, что вообще все это истории, когда они уже поняли, что бесполезно искать, в принципе, еда закончилась в сумках, мы это видим, денег нет практически, осталось только буквально услуги там на черный день, четверть сикля. Ничего нету. И тут им приходит мысль, что нужно обратиться к Господу. Что есть Божий человек, который может вопросить Господа, и Господь скажет, где же эти ослицы? Итак, обычная история об ослицах, история просто о такой жизненных трудностях, неустройстве. А давайте смотрим с другой стороны. кто организовал все это? Кто сделал, чтобы пропали эти ослицы? Кто сделал то, чтобы ну вот такая вот проблема была в доме этого человека Киса из колена Вениаминова? Кто виноват в этом? Знаете, мы скажем, наверное, дьявол виноват был. Ну давайте прочитаем, что говорит Слово Божие. Это 16 стих первой книги Царств, 9 глава. Даже с 15 прочитаем. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлен, ибо я презрел на народ мой, так как вопли его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, скажи мне, где дом прозорливца? И отвечал Самуил Саулу и сказал, я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саул и сказал, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова, к чему же ты говоришь мне это? Итак, братья и сестры, мы видим в Слове Божьем, что оказывается ситуация не такая простая. Оказывается, что вот эта история о неустройстве таком в одной семье, когда нужно обойти полстраны для того, чтобы найти свое имущество было, и в итоге не нашли. Оказывается, это не просто такая обычная история, это то, что допустил сам Господь. И давайте обратим ваше внимание на некоторые слова, которые описаны в этом месте Священного Писания. Господь, мы видим, сказал Самуил о том, что произошло, и он говорит, что об ослицах, которые у тебя пропали, не заботься, они нашлись. Итак, определенный прообраз для нас в том, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Богу, то часто наши нужды решаются без нашего участия. ищите прежде всего Царства небесного, остальное приложится, вообще приложится к вам. То есть вы сами даже в этом не будете участвовать. Бог за вас будет решать эти вопросы. И вот что произошло без его участия, как только они решили в своем сердце, что надо пойти узнать у Господа, что Господь на этот счет скажет. Господь сказал, да, уже все нашлось, сейчас другая уже программа, сейчас все по-другому уже будет. И мы читаем дальше в 10 главе «И взял Самуил сосуд с первого стиха с Елеями, вылил на голову его и посыловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахиля на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя три человека, идущие к Богу в Ефиле. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, третий несет вех с вином. И будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог, и ты пойди прежде меня в Голгал, и куда я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв, семь дней жди, и доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы и тет Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылось все эти знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них, и все знавшие его вчера, и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках, слава нашему Богу. Итак, всего все начиналось, все начиналось с ослиц, с потерянных ослиц. Очень многие неустройства в нашей жизни, они допускаются самим Господом, с той целью, чтобы привести нас к себе, поднять нас и привести нас к себе, чтобы мы могли получить благословение наподобие того, как получил Саул, через эти обстоятельства. Итак, и основная Божья цель через эти обстоятельства дать нам другое сердце. Вы знаете, когда я смотрю в свою жизнь, я вижу очень многие таких моментов, когда Бог, допуская определенные вещи в моей жизни, входя в жизнь, ведет, проводит, до того момента, пока не произойдет какая-то перемена в моем сердце. Происходит перемена в сердце, смиряешься где-то, и Господь начинает что-то благословлять, и он быстро устраивается все вопросы, все жизненные проблемы, ослицы, которые потерялись, находятся. Все становится на своем череде. Итак, Господь допускает часто такие вещи, этих потерянных ослиц, для того, чтобы мы сблизились с ним, для того, чтобы в итоге мы получили благословение, иное сердце, чистое сердце, какое получил Саул. Есть еще один пример, который хотел бы привести, как иногда Бог использует вот эти обстоятельства в нашей жизни, которые нас иногда немножко огорчают и пищалят. Давайте откроем еще один текст Писания, это будет из Евангелия от Луки. Пятая глава с первого стиха. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере и рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Водя одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Я остановлюсь на этом моменте для того, чтобы немножко прояснить ситуацию. И вообще, что произошло? Там были рыбаки, там был Христос. Вы знаете, рыбаки очень интересный народ. Я сам не рыбак, но у меня отец заядлый рыбак. Поэтому, вы знаете, я очень хорошо знаю, что такое, когда ты открываешь морозильник и в каждой камере некуда положить мороженое, потому что везде рыба. И вы знаете, что такие люди, они обычно ориентированы, чтобы был всегда улов. Но бывают те редкие моменты, когда приезжает папа с рыбалки и он что-то так и не разговаривает, вы знаете, обычно он как-то так какого-нибудь леня достанет и показывает, которого еле держат. А так он как-то не разговаривает, там все-то сел, пошел в свою комнату. Я все понимаю, что, наверное, улов просто. Не рассказывает, что там было, что как. Вы знаете, что на самом деле для рыбака это вот как бы, ну, уже все, настроения нет. Если не было лова, нет настроения. У него испорченный день. И он уже ждет очередной рыбалки, чтобы, ну, как бы, реванш такой произошел, чтобы был все-таки этот улов, чтобы опять забить морозильник этой рыбой. И вы знаете, что папа просто этим занимается, это же ему не профессия, это просто, ну, любитель. А у этих людей это была профессия, это единственный источник дохода в семье. И они ловили ночью. И вот пытаясь ловить ночью, они ничего не споймали, они очень сильно устали, они не спали. Представляете себе люди, целую ночь не спали, трудились, ничего, никакого результата. То есть рыбы нет. И вот уже время дневное в Палестине, температура быстренько поднимается, вода нагревается, рыба уходит уже, ну, ее так не было. А та, что была, уже давно ушла уже на глубину. Там, где больше кислорода, им там легче. И вот они вымывают сети. И Христос, учивший народ, вдруг обращается к Симону. Вы знаете, что иногда так кажется, что Богу, наверное, дела нет до таких вот простых наших жизненных моментов, что он о каких-то духовных вещах всегда думает Господь. Но на самом деле, если мы думаем, что Бог только рассматривает и видит в нас таких вот духовных роботов, которые только духовные вещи могут делать, то мы очень сомневаемся. Он наш создатель. Он знает строение человеческое. И знает, что, ну, знает наш состав. И вот, видимо, видя то, что у Симона в сердце происходило, что срудились всю ночь, ничего не поймали, нечего принести на рынок, нечего продать, на стол ничего не принесешь. Он-то все знал. Говорит, давай сейчас. Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова. И написано, Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. так же Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Слава нашему Богу. Когда Симон мыл эти сети, он еще очень переживал о том, что ничего не споймал. Но после того, что произошло чуть позже, в 11 стихе эти все рыбаки, когда достали всю эту рыбу, они все оставили там на берегу. Уже им было не до рыбы. Вы знаете, сегодня я хотел бы сказать, что вот все то, что происходит, иногда в нашей жизни, вот это не устройство и если мы в этих обстоятельствах идем к Богу, то Бог часто это использует для того, чтобы изменить нас, изменить наше сердце, сделать нас другими людьми. Это вот такие Божьи уроки. И вы знаете, еще будет очень много в нашей жизни. Казалось бы, не устройство. Казалось бы, ну, что-то не так. А это просто Господь в нашей жизни побуждает нас прийти к Нему, искать решения у Него, спросить вот этих ослицах у Него, а там будь решиться. пускай Господь сегодня благословит нас. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да благословит Господь нас в это время. И мы будем молиться сегодня. Слава нашему Господу. Аминь. Господь, мы